Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Если вы не подписались и не нажали колокольчик, то немедленно это сделайте. И у нас сегодня Фераксис внезапно объявил о новом контенте для шестой цивилизации. В принципе, я это предсказывал давным-давно, у меня было ощущение, что шестая цива еще не до конца сделана, хотя я ожидал немножко другого. В общем, вы сейчас у себя на экране видите дорожную карту, потому что то видео, которое Фераксис запилила для анонса, там практически нет ничего интересного, там просто разработчики игры сидят у себя по домам и такими говорящими головами рассказывают, как они всех нас любят. Так вот, новое дополнение, это даже не дополнение, а серия паков, которая будет выходить раз в два месяца. Первый будет в мае, потом в июле, в сентябре, в ноябре, в январе уже следующего года и в марте. Вот таких шесть паков. Вы можете их как бы купить все вместе, заплатив за New Frontier Pass, то бишь пропуск в новые горизонты, либо каждую по отдельности. Честно говоря, не объявлены цены, может я это пропустил, напишите в комментариях, сколько это все будет стоить. Но, видимо, Фераксис решили идти по пути парадоксов, вот так вот потихоньку добивать игру. Правда, опять же, повторюсь, немножко другой подход. Здесь не будет каких-то новых механик. Здесь скорее вот добавление контента. А именно, в мае, как я понял, 21 мая, выходит первый пак, в котором будут Майя и Великая Колумбия. Это две цивилизации. Плюс два лидера, ну я так понимаю, именно для Майя и для Колумбии. Некий новый игровой режим под названием Апокалипсис. Из него только вот это небольшое видео показали. А также новые города-государства, ресурсы и многое другое. Чудеса природы, но вообще без подробностей. Что они будут давать, что будут делать. В июле появится пак, в котором будет Эфиопия. Один новый лидер, видимо, эфиопский. Берусь предсказать, что Хайли Селаси. Игровой режим под названием Тайные Сообщества. А также новый район и какая-то дополнительная инфраструктура. Два новых здания. Берусь предположить, что новый район это, скорее всего, уникальный район Эфиопии. Третий пак выходит в сентябре. Там будет две новых цивилизации, неизвестно каких, и два новых лидера. Также еще один игровой режим, неизвестный. Новые чудеса и одна новая карта. В ноябре выйдет следующий пак. Одна новая цивилизация, один новый лидер, очередной новый какой-то игровой режим, новые города-государства и какое-то количество новых великих людей. В январе 2021 года пятый пак, одна новая цивилизация, два новых лидера, еще один новый игровой режим, новый район и два новых здания. И, наконец, в марте последний пак, одна цивилизация, один лидер, новый игровой режим, новые чудеса и одна новая карта. Ну, вот игровые режимы, я так понимаю, это как сценарии есть уже в шестой цивилизации, или как есть там Красная Смерть, что-то типа такого, то есть что-то более простое и быстрое, а не как обычная игра в шестую цивилизацию. Кроме того, нам обещают, что вместе с этими паками будут выходить и всяческие апдейты бесплатные для всех игроков в шестую цивилизацию. Эти апдейты будут включать исправление баланса, бесплатный контент, даже новые карты будут бесплатные, новые сценарии бесплатные и какие-то другие сюрпризы. И, кроме того, для тех, кто купит именно Season Pass, то бишь вот этот New Frontier Pass со всеми шестью паками, для них со вторым паком выйдет переработка для Тедди Рузвельта и Катерины де Медичи. Называется Тедди Рузвельт и Катерины де Медичи Persona Packs. У них будут как-то перерисованы их внешний вид, их обилки перерисованы, переделаны способности и новые стремления, агенды вот эти им сделаны. Опять же повторю, это будет доступно только для тех, кто купит New Frontier Pass и появится это уже со вторым паком, то бишь в июле. В общем-то все, на тот момент, когда я записываю это видео, цены нигде не объявлены, нигде не написаны, поэтому мне сложно сказать, сколько это будет стоить. В принципе, если не так, как стоили DLC, Gathering Storm и Rise and Fall, я тогда буду доволен. То есть, хотя бы там в половину дешевле, чем вот эти DLC стоили в момент выхода. Это хорошо, что разработчики поддерживают свою игру, и я понимаю, что многие из вас могут сказать, вот, они за это деньги опять просят. К сожалению, вот в современном мире поддержка игр, затратное занятие, и если мы хотим получать что-то новое в игре, новый контент и прочее, то за это приходится платить. Вопрос только в цене, насколько она будет адекватной. И, в принципе, вот такой подход, я, по-моему, тоже говорил в одних из своих обзорах, что надо выпускать новые цивилизации, а еще больше новых лидеров, потому что странно, что многие цивилизации так и остались всего лишь с одним лидером. С другой стороны, у Firaxis странная политика для сетевых игр. Если я, например, имею вот этих Maya или Эфиопию, а у моих соперников по сетевой игре этих паков нету, то все, я в игре их не могу использовать. Я считаю это неправильно. Возможно, не стоит прям делать, как это делают парадоксы и амплитуды, хотя, что я говорю, конечно, стоит так делать. Когда хост создает игру, и если у него есть определенные дополнения, то и всех, кто в эту игру вступает, сможет использовать эти дополнения. Но если Firaxis хотят, чтобы люди их покупали, то хотя бы позвольте тем, кто купил, использовать эти цивилизации. Так получается, что эти паки, возможно, будут использоваться только в играх против компьютеров, а не в сетевых партиях. Потому что, ну, согласитесь, у нас еще не все даже Gathering Storm купили. А тут уточнено, что некоторые эти паки, точнее, четверо паков из шести, точно будут требовать Gathering Storm. И два будут требовать Rise and Fall, как минимум. Точнее так, или Rise and Fall, или Gathering Storm, вот так. Ну и вообще, мы довольно давно не видели никаких обновлений для шестой цивы. Я уже реально стал думать, все, они забили на нее. Но вот этот анонс показывает, что Firaxis продолжает над игрой работать. И я повторю, что у меня вот было ощущение, что игра немного не доделана. Видимо, и у разработчиков тоже. Я говорю не про баланс, там не про баги, а вот именно, знаете, такое вот наполнение игры. Пятая цива тоже осталась со многими багами, проблемами, но она ощущалась законченным продуктом. Сейчас вот шестую циву тоже доделают. В общем, ваши впечатления от этого анонса, надеюсь, прочитать в комментариях. Если что-то упустил, пожалуйста, конечно же, дополняйте меня. А так, спасибо, что досмотрели до конца. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok